начнем готовить с того что мы отмерим сначала нужное количество меда я делаю это все сразу на весах чтобы не пачкать лишнюю посуду если у вас он засахаренный просто положите ложечкой и уже тогда будете делать все положили мед переходим 3 теперь нам нужно растопить мед мед у меня жидкий поэтому у меня растопится слегка быстрее чем если у вас засахаренный просто растапливаем доводим его до жидкого состояния мед у вас растопился у меня он тоже стал жидкий теперь добавляем туда соду еще хорошенечко перемешиваем у нас мед побелеет слегка увеличится в размере и теперь будем проваривать наш мед до красивого золотистого цвета постоянно помешивая чем темнее у вас будет ваша заготовка из меда тем темнее коржи получится поэтому делаем до такого красивого золотистого цвета все провариваем вот так на небольшом огне я буквально проварила около может быть секунд 40 он у меня стал коричневый теперь перекладываем к меду сливочное масло и помешивая даем ему растопиться масло у меня растаяло все я снимаю с огня и даю полностью остыть нашей заготовки пока наша заготовочка остывает мы продолжаем делать тесто берем яйца всыпаем туда весь сахар добавляем щепотку соли и взбиваем наши уже яйца с сахаром до красивого такого воздушного состояния яйца должны увеличиться в размере и побелеть взбили яйца теперь берем полностью остывший мед и добавляем к нашим уже взбитым яйцам и аккуратно перемешиваем все делаем так дальше перемешали наши яйца с медом и теперь добавляем муку и также аккуратно вмешиваем до однородного состояния чтобы не осталось и не промешанных комочков муки все замешиваем замесили тесто теперь нам нужно поделить его на две равные части пока я буду делить я уже включила духовку духовку включаем на 180 градусов пускай она разогревается все делим наше тесто на две части разделили тесто теперь берем противень застилаем его пергаментной бумагой и выливаем первую часть теста их разравниваем сейчас я разровняю покажу как должен получиться вот так я выложила и как бы растягивая тесто стараюсь таким равномерным слоем чтобы середина не была сильно толстая до самых краев не нужно оставляем немножко расстояния делаем просто вот такой прямоугольник и от величины этого прямоугольника в принципе будет зависеть и размер нашего тортика все растянули и теперь ставим духовку ставим духовку которую мы разогрели на 180 градусов печься будет очень быстро около пяти шести минут так что далеко не отходим постоянно следим все ставим духовку у меня прошло 6 минут корж готов теперь таким же образом выпекаем вторую половину теста второй корж у меня также испекся теперь даем нашим коржам остыть а мы в это время займемся приготовлением крема крем для нашего тортика может быть любой на ваш вкус какой вам больше нравится я сегодня буду делать из сливок и сливочного сыра у меня сегодня маскарпоне можно взять любой сливочный сыр какой у вас есть перекладываем охлажденные обязательно охлажденные сливки и небольшое количество сахарной пудры сахарную пудру можете класть по своему вкусу хотите послаще хотите по более такой нейтральной поэтому делайте на свой вкус я оставлю в описании свое количество все взбиваем я взбила слегка сливки не нужно их взбивать до полной таких крепких пиков не переусердствуйте чтобы не превратить сливки в масло теперь добавляем туда наш сливочный сыр и также миксером взбиваем уже до очень устойчивого состояния вот такой гладкий устойчивый крем у нас получился коржи наши остыли и теперь приступим уже к сборке нашего торта коржи полностью остыли теперь берем один корж я буду вырезать сегодня по трафарету беру обыкновенный лист бумаги а4 и обрезаю ровненько краешки так делаем дальше обрезали краешки теперь их аккуратненько забираем они нам потребуются для обцепки освобождаем от краешков я освободил от краешков теперь беру тот же лист бумаги трафарет который я использовала сложила пополам так у нас получится ровные кусочки и теперь разрезаем уже наш корж пополам посередине коржи достаточно грибки могут прилипать немножко сверху ну это нормально для медовых тортиков все разрезаем так и второй корж собирать я буду прямо на блюде берем первый корж кладем его на донышко и смазываем нашим кремом крем делим так чтобы нам хватило бы на все четыре коржа которые у нас получились все смазываем кладем следующий корж и так чередуем будем делать все остальные все кладем смазываем и делаем дальше вот так смазали наши коржи у меня немножко крема осталось еще я оставила и теперь слегка обмазываем бока нашего тортика сильно много не нужно чтобы только наша присыпочка который мы будем всыпать хорошо к ней пристала ну или если у вас какие-то пустоты получились замазываем эти пустоты все обмазываем наш тортик со всех сторон смазали наш тортик я измельчила остатки обрезки нашего коржа в измельчителе и теперь осталось нам обсыпать сам тортик обсыпать сверху и края поставлю в холодильник буквально на несколько часов у меня сегодня все какое внутри вы видели в начале приятного аппетита и до свидания